добрый день друзья не так давно вы помните у нас в обзоре была винтовка тика т1 в калибре 22 лр и она показала хороший результат как по мне и я решил продолжить знакомство с этим калибром и попросил узнал что моего коллеги алексея есть винтовка american rubber да и fire я попросил его принести винтовку чтобы попробовать с ней проверить ее и опять таки же себя об этой винтовке много сказано много рассказано много снято в свое время было она не новая у нас на рынке но тем не менее повторюсь что идет армированная ложа полимерная холоднокованный ствол 18 дюймов свободно вывешенный ход затвора классический короткий угол поворота рукояти 60 градусов регулируемую сцену системе марксман аджастабл это запатентованная система ruger в комплекте идет два две щеки одна низкая одна высокая ну алексей уже под себя добавил чуть немножко и поднял по свое антропометрии поэтому я тут ничего уже не трогаю и установлен у него еще модератор от компании astur также стоит оптика delta optical к модель titanium вот в принципе кратко и все ну и сошки харрис и я хочу сейчас проверить эту винтовку насколько она отвечает требованиям моим лично требованиям по высокоточной стрельбе можно ли с ней заниматься спортом или она подходит только для фановой стрельбы динамической стрельбы ну и так далее так что будем смотреть и наблюдать стрелять мы сегодня будем патроном стандарт cc и стандарт велосити это распространенный патрон кроме того что распространенный он бюджетный и он относительно стабильный как для своего скажем так ценового сегмента я понимаю что это наверняка можно подозревать патрон там какой-то матчевый биатлонный и попробовать с ним показать хороший результат но у нас задача стоит просто проверить винтовку и меня а не показать что мы готовимся на чемпионат мира там или европы по по пулевой стрельбе поэтому я заряжаю 10 патронов стреляю 2 группы по 5 потом еще раз заряжаю пятерочку еще одну группу и будем смотреть на результат а 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 что мы строили 10 патронов я вам скажу что бинтовка мне начинает нравиться по крайней мере работа со спуском как она работает и патрон летит пока на мой взгляд кучно вам должно быть видно на экране ход моей стрельбы с первой группы и вторую сейчас еще стреляем третью и после этого будем делать какие-то выводы что ж друзья но пока едет наша мишенька могу сказать что я впечатлен возможностями само винтовками само винтовки качеством боеприпаса он меня действительно удивил да я таки действительно уже потом заметил значит первую группу я стрелял я привыкал винтовки мне надо было проверить к спуску привыкнуть к работе самой на второй группе я уже собрался как вы видите ну один отрыв это у меня классика жанра и третья группа на на мой взгляд кстати крайний выстрел был лишним он оказался шестым почему-то давайте по ошибке зарядил лишний патрон и когда увидел его дострелил он ушел ниже это смена вкладки и мы не считаем его за счет могу сказать только одно что данная винтовка может претендовать на то чтобы участвовать в спортивных мероприятиях по высокоточной стрельбе в классе мини-райфл тем более сейчас проходят турниры различные они набирают популярность у нас в украине бюджетная винтовка которая собирает группы которые можно накрыть монеткой 25 копеек я считаю это отличная винтовка для своего уровня и заключение могу сказать что я уже второй раз подумываю о том чтобы привести себе эту винтовку для тренировки высокоточной стрельбе ну а ругер american рифаер в очередной заказала что она стоит свои денег и показывает отличный результат всем спасибо до свидания а